Борис Дмитриевич, а вот если, например, человек с аутизмом во время спектакля вдруг забудет свою роль, ему кто-нибудь подскажет? Мы для того и затеяли этот наш странный спектакль с таким непредсказуемым и непривычным набором артистов, что мы не боимся неожиданностей, собственно, ради них и делаем спектакль, в котором есть актеры, сила которых не в том, чтобы точно делать то, что заранее приготовлено, а в том, чтобы быть способными здесь и сейчас спонтанно принимать какие-то, может быть, непредсказуемые решения. То есть импровизация, она допустима? Это не просто допустимо, в общем, ради нее все и делается. Мне кажется, это актуально не только для такого специфического спектакля, но и вообще для театра сегодня. Давайте мы об этом сегодня подробно и поговорим. Программа «Районные кварталы». С вами Наталья Самуш и Антон Горнов. Здравствуйте. Спектакль Большого драматического театра «Язык птиц» стал номинантом премии «Золотая маска» этого года. Спектакль необычен тем, что исполнители большинства ролей в нем – люди с аутизмом. Часть критиков, выходивших после спектакля в Москве, испытывали смешанные чувства. Кто-то был уверен, что к театральному эксперименту отношения этот спектакль не имеет, а кто-то, наоборот, был в восторге. В нашей студии Борис Павлович, режиссер-постановщик спектакля «Язык птиц». Борис Дмитриевич, здравствуйте. И вот сразу вам такой вопрос задам, как художнику. Собственно говоря, что вы хотели сказать нам этим спектаклем? Здравствуйте. Мне кажется, что в задачу художника не входит обязательно что-то говорить. Это как раз ваша работа – что-то говорить. В задачу художника входит создавать некоторую ситуацию, в которой, оказывается, возможно, что-то вместе понять. И этот спектакль – это такой для меня прецедент того, что мы вместе, и профессиональные художники, и люди с аутизмом, и люди, которые зашли с улицы, купив билет, мы можем вместе оказаться соучастниками вот такой вот коллективной медитации на тему средневековой суфийской поэмы. Никакого месседжа, что вот сядьте и запишите, у меня нет. Слушайте, а тогда у меня возникает вопрос, а мне, как зрителю, зачем идти на этот спектакль и покупать на него билет? А зачем вы вообще ходите в театр? Ну, каждый, наверное, ходит по своим причинам, да. Ну, просто мы же театр представляем в своем таком классическом представлении, мы приходим, покупаем билет и смотрим игру профессиональных актеров. За добрым, вечным, умным. Вот с добрым и вечным у нас все в порядке. А здесь спектакль-то такой необычный. Так, смотрите, вот тут начинается, собственно, ваша зрительская шизофрения. Вы идете в театр за добрым и вечным, то есть за каким-то человеческим потрясением, или вы ходите за тем, чтобы, ну, скажем так, увидеть игру артистов, которую вы и ожидаете увидеть. Мне кажется, что про доброе и вечное и про человеческое потрясение – это хорошая мотивация. И, собственно, мне кажется, наш спектакль вполне ее реализует. Вы знаете, я, например, в театр хожу для того, чтобы получить удовольствие. Прекрасно. А получу ли я удовольствие от спектакля, который, в общем, не совсем формат? Ну, вообще, например, я только от неформата и получаю удовольствие. В этом смысле, если вы так же, то нам с вами по пути. Если говорить о конкретном проекте, то он реализован вместе с центром «Антон тут рядом». И еще один провокационный вопрос вам. А почему этот спектакль нужно было ставить именно в Большом драматическом театре, а не в условиях, допустим, учреждения, которое профиль этим занимается, общественной организацией? Дело в том, что когда этот спектакль создавался, я работал в Большом драматическом театре. И как раз моя функция состояла в том, чтобы инициировать различные такие смежные междисциплинарные проекты, поскольку я руководил соответствующим отделом в театре, который назывался социально-просветительский. То есть какие-то проекты, связанные с подростками, с людьми с ограниченными возможностями здоровья и так далее, и так далее. То есть поиск того, где театр может, с одной стороны, оказаться практически полезным. Мне кажется, что это хорошая история, когда театр может быть не только развлечением, но и ситуацией какой-то объективной пользы. Мы продолжим с Натальей сомневаться, сделаем это после новостей городских районов. Сейчас предоставляем слово нашим коллегам из службы информации, и через 4 минуты вернемся в студию. Семенем жертв теракта в метро будут оказывать поддержку вне зависимости от места их проживания. По последним данным, среди пострадавших 18 жителей других регионов и четверо иностранных граждан. Родственники жертв взрыва на технологическом институте продолжают пребывать в город. Всех их размещают в гостинице «Москва» на площади Александра Невского. Мы зарезервировали порядка 20 номеров с возможностью расширения этого номерного фонда. Людям будет оказана помощь, поддержка по всем направлениям, в том числе бесплатное питание, возможность посещения и общения с родственниками. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Пострадавшие в зависимости от степени травм получат по 500 и 250 тысяч. Эти деньги будут выделены из городского бюджета. Кроме того, общественная организация «Прерванный полет», которая уже оказывала помощь родственникам погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом, объявила о сборе средств для жертв петербургского теракта. Вызвались помочь и представители бизнеса. Поговорили с предпринимателями, есть ассоциация похоронной отрасли. Они выразили желание взять всю процедуру, начиная от вывоза тела, все сделать за свой счет, то есть бесплатно. Также в ближайшее время власти Петербурга рассмотрят вопрос о создании мемориала погибшим. Как заявил губернатор, в городе необходимо найти место и установить памятный знак всем жертвам террористических актов, военных конфликтов и стихийных бедствий. В списках погибших в результате теракта 13 человек. Общее количество пострадавших, по сведениям МЧС, 51 человек. Председатель Комитета по социальной политике Петербурга привел другие цифры. По его словам, ранения при взрыве в вагоне получили 64 человека. Расхождения могут быть связаны с тем, что некоторые пострадавшие отказались от госпитализации. Техникумы и колледжи Петербурга присоединились к бессмертному полку. Старт патриотической акции дали в Выборгском районе. В рамках проекта студентам предлагается написать рассказ о своих родственниках, которые воевали на фронте, работали в тылу или жили в блокадном Ленинграде. Собранные истории войдут в брошюры. Их раздадут авторам рассказов в преддверии Дня Победы. Акция уже началась в школах и вузах Санкт-Петербурга. Теперь к ним присоединились колледжи и лицеи. На открытие приехал председатель городского парламента Вячеслав Макаров. Запускаем мы акцию в колледжах в необычные, в траурные дни Санкт-Петербурга. Но самое главное, чтобы учащиеся понимали, что продолжение героических традиций наших предков – это незыблемая память, в том числе и о тех, кто погиб в результате страшного теракта. В акции «Бессмертный полк» с 2014 года участвуют все школы Петербурга. Поэтому каждый год, 9 мая, их учащиеся проходят в колоннах по Невскому проспекту. В этот раз с фотографиями героев-родственников к ним также присоединятся студенты техникумов и колледжей. Месячник по благоустройству в Кировском завершится на две недели раньше. К столетию района его улицы и дворы в порядок приводят 450 дворников. Специалисты спешат преобразить район к его празднику, который жители отметят в середине апреля. После зимы очищают дороги, тротуары, парковочные карманы, дворы, спортивные и детские площадки. Все силы задействуют сначала в одном квартале, а после наведения в нем порядка переходят в другой. Главная проблема – песок, которым зимой посыпали все тротуары. Только вот на территории, в которой мы сейчас находимся, было высыпано 360 тонн за зиму. Его убрать однозначно за один день не получится. Поэтому и придумывает он месячник. Не то, что придуман, он создан для того, чтобы зачистить район. Убирают в Кировском не только пыль и песок. Районные власти собираются раз и навсегда положить конец несанкционированной свалке на Канонерском острове. Для этого после окончания уборки на месте помойки высадят новые деревья. Планируется, что в будущем они будут мешать проезду машин с мусором. Еще один выпуск новостей мы с вами увидим чуть позже. Я напомню, что сегодня у нас в студии Борис Павлович, режиссер-постановщик спектакля «Язык птиц». Борис Дмитриевич, все-таки чего больше в этом спектакле? Терапии или искусство? Учитывая, что работают у вас актерами люди с аутизмом. Честно говоря, терапевтическая задача вообще не входит в число наших задач. Потому что мы занимаемся искусством, находимся в театре. И, как мы уже говорили выше, приходим в него в первую очередь для какого-то человеческого впечатления, а вовсе не для того, чтобы там кого-то от чего-то вылечить. Хотя Аристотель называл художественные впечатления именно медицинским термином «катарсис». В этом смысле, если кто-то, вы или артисты «катарсис» испытают и каким-то образом изменятся, ничего плохого в этом нет. Борис Дмитриевич, а что такого могут, например, сделать люди с аутизмом? Я имею в виду игру в спектакле, на сцене. Чего не могут сделать обычные актеры? Это хороший вопрос, потому что, мне кажется, самое главное, для чего лично я прихожу в театр и как зритель, и как режиссер, для того, чтобы столкнуться с какой-то сиюсекундной спонтанностью. Потому что в театре есть именно это, чего нет в кино и в других каких-то фиксируемых формах. Это то, что случается прямо на моих глазах. И зритель, который идет на спектакль, там, не знаю, со звездой, он хочет своими глазами этого человека, которого он сто раз ведет в кино, он увидит сейчас. И человек с аутизмом, это тот человек, который всегда существует здесь и сейчас. Даже когда он повторяет одно и то же действие, он не повторяет его, а он снова и снова здесь и сейчас. Подождите, а если, допустим, возьмут людей с улицы, непрофессиональных актеров, они каким-то образом будут отличаться от людей с аутизмом? Ну, во-первых, аутизм не является болезнью, в этом смысле это особенность развития. Поэтому термин здоровья здесь не самый подходящий. Человек, видите, люди, скажем так, ну вот мы с вами, условно обычные люди, у нас есть вот несколько социальных штампов. Ну вот если вы выпустите меня на сцену, я тоже буду здесь и сейчас. Нет. Она тоже будет каждый раз переживать то, что она играет. Смотрите, у нас с вами есть социальные роли, и у нас с вами эти социальные роли, они как бы глубоко вшиты в подкорку. Когда девочка в детском саду выходит на сцену, даже если никогда не учили, она все равно занимает какую-то специальную позу и специальным голосом начинает говорить. Даже если с ней никто не репетировал, потому что у нас есть архетип «я выступаю». И у нас есть множество таких ситуаций. Мы знаем, как вести себя в кафе при первой встрече там с девушкой. Мы знаем, как себя вести, когда у вас берут интервью на улице. И у нас включаются социальные маски. У человека с аутизмом этих заданных социальных масок нет. Именно поэтому он и может быть то, что я называю здесь и сейчас. То есть он настоящий, вы хотите сказать? Более настоящий, чем человек с улицы, не профессиональный актер? В каком-то смысле слова, да. А вот интересно, а если я, допустим, пришла бы на этот, ну вот пришла на спектакль на этот, и я не знаю о том, что половина актеров там люди с аутизмом, я смогу отличить профессиональных актеров от людей с особенностями? Можно спросить Антона, который был на спектакле как зритель. Вы отличали актеров? Я могу сказать, что эти актеры играют наряду с профессиональными актерами, актерами БДТ в одном спектакле, они вместе на сцене, и отличить их очень часто невозможно. Так а в чем тогда разница? И смысл тогда в чем? Разве ради разницы мы идем в театр? Ради смысла? Мы же пытаемся сейчас понять, собственно говоря, вот такой эксперимент, он же ради чего-то затевался. А если Антон даже не увидел, не смог отличить актеров? Так вот, смотрите, и вот вы идете на этот спектакль. Предположим, прочитали вы в афише, в программке или еще как-то, что там играют люди с аутизмом. У вас, естественно, есть ряд социальных предубеждений, потому что у нас нет с вами опыта повседневного общения с людьми с особенностями. И вдруг мы приходим в спектакль, и если к концу мы забываем, что люди находятся на сцене... И вы пошли из любопытства. Да, и вы пошли из любопытства. И если вы к концу уже перестали различать этих артистов, это значит, говорит... Это говорит об одном, что на творчество имеют право все. И люди с аутизмом... Это не какие-то люди, нуждающиеся в терапии, а это люди, которые обладают каким-то настолько грандиозным внутренним миром. То есть они вполне составляют конкуренцию профессиональным актерам. Они составляют с ними одну команду. Я сейчас произнесу слово, которое знаю, поскольку общались мы с Борисом Битовичем, которого не любят. Я произнесу слово воспитание, воспитательная функция. Вот мне кажется, что в данном случае нас с тобой, Наталья, воспитывают. Это хорошо. Нас вот ровно то, о чем сейчас сказал Борис Дмитриевич, нас учат тому, что эти люди никак не отличаются от нас. В общем-то. Это особенность в развитии, но не более того. Давайте сейчас самое время, мы посмотрим сюжет, который подготовил наш корреспондент Светлана Скульдина, которая, собственно, и побывала на спектакле «Язык птиц». Вот как она его увидела. 30 отважных птиц отправляются на поиски своего царя, мудрой птицы Симург. Это скорее символ, на самом деле на поиски самих себя. В спектакле, поставленном по поэме персидского мыслителя Фарида Аддина Атара, свой путь на сцене находят и особые актеры из центра «Антон тут рядом» – люди с аутизмом. На сцене, как и в жизни, от простого к сложному, от легких движений птицы узнают друг друга, до сложных танцев и монологов, которые актеры придумали сами. Она еще мечтает о шикарной квартире, купании большой роскоши. Она заботится о колонии и ведет здоровый область жизни. Это самая настоящая игра. В любой момент роль можно немного изменить, добавить что-то новое. Причем понимая друг друга без единого слова, как будто действительно договариваются на каком-то непонятном нам птичьем языке. И это вместе с поистине кошачьей грацией вызывает белую зависть профессионалов. В спектакле «Язык птиц» на сцене Большого драматического театра зритель всегда видит что-то новое. Они настолько свободны на сцене. Просто у профессиональных артистов есть зажимы свои. То есть, когда есть публика, есть тот или иной факт, что ты на публику играешь. Ну, то есть, так или иначе. Есть от этого какая-то несвобода. Иногда ты ее ловишь полностью, иногда не полностью. Получается по-разному. А ребята, они свободны абсолютно всегда. В финале преображается все. Мешковатые пиджаки артисты сменяют на изысканные птичьи костюмы, которые сотворили своими же руками. Вместо русской степи, музыка, которая сопровождала всю постановку, слышны бразильские джунгли. Это вообще так называемая психоделия. А психоделия состоит из, в частности, из заимствований музыки разных культур. Например, инструментарий, то есть, инструменты разных культур. Например, барабаны – это афролатинская музыка. Музыку особенные артисты тоже создают сами. В центре «Антон тут рядом» есть свой оркестр. Поэтому с африканскими барабанами или индейскими маракасами справляются не хуже, чем с актерской игрой. И эта музыка, как и сам спектакль, рождается здесь и сейчас. Ну, вы знаете, вот, увидев эти отрывки, я могу сказать, что, в принципе, спектакль-то не сильно отличается от любого авангардного спектакля. Значит, цель-то достигнута. Но вопрос-то в том, почему тогда критики неоднозначно восприняли... Ну, во-первых, вы процитировали газету «Московский комсомолец». Это не самое обязательное чтиво для цитации наших коллег. Ну, в смысле критиков очень много разных. Ну, в этом смысле вы выбираете именно это. Знаете, здесь, в Петербурге, если честно, тоже были неоднозначные отзывы еще, когда вы этот спектакль поставили. А ведь мы всегда с вами упираемся в одну и ту же тему, как она в последнее время снова у нас стала актуальна. Мы аплодируем... Были аплодисменты, искренние аплодисменты, мы их видели в сюжете. Мы аплодируем, потому что мы увидели людей не таких, как мы. Потому что мы аплодируем за то, что они преодолевают себя, за то, что они делают то, что нам сделать легче, чем им. Но они все равно это делают. Или мы аплодируем, потому что мы на самом деле увидели произведение искусства. Может быть, поэтому критики относятся неоднозначно? Вы играете на наших чувствах? Ну, во-первых, опять, Антон, это к вам, потому что вы были там, вы испытывали эти чувства, и вы можете ответить на этот вопрос. И вы аплодировали, кстати, Антон. Почему вы аплодировали? С другой стороны, я могу сказать, что экспертный совет «Золотой маски», который, собственно, состоит из профессиональных театральных критиков, почему-то счел возможным включить в шорт-лист наш спектакль, и, скорее всего, не из каких-то благотворительных мыслей и побуждений. Вот. Поэтому, ну, не мое дело оценивать критиков. Скажем так, я работаю над театральным процессом, я создаю спектакли, а что уже движут теми людьми, кто это так или иначе оценивает, это вопрос к ним. Так, а может быть, вас включили в шорт-лист, как вы говорите, потому что это просто маркетинг? Ну, я не могу это комментировать. Мне это неинтересно комментировать. Ну, модная тема, ну, согласитесь. Знаете, как эта шутка ходит, которая недалека от истины, что, не знаю, Оскар обязательно выиграет актриса, которая будет одноногой, чернокожей, ну, и еще вот ряд... Ну, смотрите, между прочим, у меня нет такого прямо пренебрежительного отношения как бы к моде и тенденции. В какой-то момент стало модным разрешить женщинам учиться. Потом стало модным разрешить чернокожим ездить в одном автобусе с белыми. Мне кажется, это неплохая мода. И в этом смысле то, что у нас там становится модным, например, разрешить людям с особенностями или там с физическими какими-то там аномалиями учиться вместе с остальными детьми. То, что у нас становится там модным делать какие-то пандусы для людей на колясках, я не вижу в этом ничего плохого. Потому что это же тоже механизм адаптации. Мода — это механизм, который позволяет нам к чему-то привыкнуть. А вы поймали меня со словом терапия, которую я употребил, да? Но я тогда по-другому задам вопрос. А это все-таки больше социальная акция или художественная? Для меня социальные и художественные не так уж сильно противоположны, потому что, собственно, театр и был задуман как то место, где социум собирается. То есть греческий полис собирался целиком в театре. И, собственно, греческий театр всегда имел столько мест, сколько было граждан в полисе. И собирались они зачем? Для того, чтобы, собственно, поработать над главными своими личными, психологическими, общими вопросами. Через художество. Вы хотите, чтобы мы пришли на спектакль «Язык птиц» и обсуждали это? То есть вы вызываете нас к обсуждению, к рефлексии, к размышлению. И вам этот диалог зачем, как художнику? Ну, это моя работа включаться и включать людей в диалог, потому что, мне кажется, в этом и есть, собственно, природная функция театра. Диалог не обязательно вербальный, потому что, естественно, диалог это не когда люди все время много говорят. Много говорят люди очень часто, не имея никакого диалога. Диалог может случиться и без слов. И, может быть, те аплодисменты в конце спектакля, о которых вы говорите, это тоже форма высказывания. Поэтому я считаю, что занимаясь выведением на свет каких-то социальных вопросов, я не делаю что-то внеположное театру. Я занимаюсь тем, чем театр занимается последние 2500 лет. А вам не кажется, что выводя на сцену людей с особенностями, не таких, как обычные актеры, это как раз театр-то не на греческий похож, а на римский, где люди просто приходят поглазеть? Я понимаю ваши, скажем так, подозрения и опасения, но, во-первых, да, вы можете прийти своими глазами и убедиться, являются ли те артисты, которые находятся на сцене, скажем так, являются ли они кем-то относительно вас ниже, равны они вам, или вы ими вообще восхищаетесь? Я думаю, что они просто другие. Вот смотрите, когда вы говорите о римском театре, вы говорите о патриции, которые свысока смотрят на каких-то там вот, на мелких уродцев, на христиан, которые там борются со львами. Вы уверены, что все зрители, которые пришли, они не так смотрят? Я делаю все для того, чтобы создать возможность взгляда не сверху вниз. Но они пришли-то, может быть, они как раз и с такими чувствами, но ушли, возможно... Да, это моя работа, моя работа изменить взгляд. Уже с переломом. Потому что задача режиссера изменить или предложить оптику. Да, выводить на сцену людей с аутизмом. Это все-таки разовая акция? Или вы предполагаете, что можно делать другие спектакли, другие произведения создавать? И нужно, главное. Я вам могу так сказать, что, во-первых, вслед за нашим проектом уже в данный момент реализуется большой такой длинный лабораторный проект в Екатеринбурге на базе Екатеринбургского ТЮЗа, то есть вполне государственного, важного городского театра реализуется проект тоже с людьми с аутизмом, называется «За живое». Сейчас в Петербурге центр «Антон тут рядом» в рамках вот этого проекта «Встреча» сотрудничает с небольшим драматическим театром под руководством Льва Екатеринбурга. И это не мода? Это, мне кажется, это движение, это определенное, скажем так, это процесс. И мне как раз очень важно, что это не мой личный интерес. Вот Павловичу нравится так работать. Мне кажется, что тут молодые режиссеры видят в этом еще какую-то новую возможность. То есть они интересны вам как актерский материал, из которого можно, в принципе, взять в ритак? Нет, я не работаю никогда с актерами как с материалом. Для меня актеры всегда собеседники. А как же режиссер-творец, актеры пластилин? Я... В умелых руках? Нет, я сторонник других отношений. Для меня актеры это всегда собеседники, это партнеры. Ну так пластилин может быть хорошего качества, может быть не очень. Нет, а пластилин никогда не является партнером, потому что у пластилина нет своего мнения. Мы продолжим этот интересный разговор, сделаем это после еще одного выпуска новостей городских районов, уже второго на сегодня. Предоставляем снова слово нашим коллегам на три минуты. В Александровском парке снова появятся утки, куры и даже пара коров. Музей-заповедник «Царское село» приступает ко второму этапу реставрации императорской фермы. Ферма в Царском селе появилась при Александре I. Хозяйство поставляло продукты к императорскому столу. Здесь держали коров и кур, работали маслобойня и сыроварня. После реставрации появится музейная экспозиция и детский экологический центр. Коровы у нас будут заменены на лошадей, которые у нас и находятся все это время. А в птичнике будут привычные виды птиц. Это будут гуси, куры, возможно утки. И здесь мы также планируем содержать овец и коз. И это будет доступно не только детям, участникам экологического центра, но мы планируем, что это будет доступно и всем посетителям. Автор комплекса – знаменитый архитектор Адам Минилаз. Шотландец по происхождению весь комплекс он формировал в своих национальных традициях. Но за прошедшие столетия ферма сильно пострадала. Внешний вид сохранить частично удалось, но интерьеры утрачены полностью. Проект реставрации был разработан так, чтобы возобновить все до последнего кирпича. На протяжении всего этого времени конный комплекс в Царском селе будет работать. Просто из здания коровника, которые находятся за нами, лошади вынуждены будут перемещены в здание манежа, где сейчас делаются для них денники, потому что коровник в этом году уходит на реставрацию. Объект включен в федеральную целевую программу «Культура России» и финансируется из федерального бюджета. Завершить реставрацию планируется к 2019 году. После этого здесь можно будет не только проводить занятия для детей, но и устраивать выставки, встречи и конференции. Греки приглашают школьников Невского района на каникулы. Районная администрация и делегация из города Кавала подписали соглашение о намерениях. Греки готовы принять 100 человек уже на первом прямом авиарейсе, который планируют запустить из Петербурга в Кавалу уже в начале июня. Город расположен на северо-востоке страны, на побережье одноименного залива. Отдых у моря вместе с авиаперелетом для детей будет стоить около 50 тысяч рублей. Если сравнивать, например, с Крымом, то туда аналогичные путевки стоят от 60 тысяч. Это не коммерческий проект, это исключительно гуманитарный проект муниципалитета и церкви, митрополии региона. Основная стоимость – это стоимость перелета. И там тоже мы добились определенных условий. Все это будет организовано в рамках трехгодичной дорожной карты, которую намерены подписать руководители Петербурга и Кавалы. Документ охватит туристическую отрасль, культурный обмен и многое другое. Карта поможет наладить прямые контакты также и на уровне школ, библиотек и муниципалитетов. В планах уже стоит подписание договора между муниципальным образованием Рыбацкая и островом Тасис. Также гости предложили районным властям организовать обмен творческими коллективами и спортсменами. Это все новости на сегодня. У нас остается очень мало времени, чтобы завершить разговор в студии. Борис Дмитриевич, вы поборник идеи социального театра. Мы привыкли к тому, что социальный – это некое противопоставление художественному, художественности. Но, по-моему, вы нас пытаетесь убедить в обратном. Или мы как-то не понимаем вашего взгляда на социальный театр? Ну, как я уже сказал, для меня эталоном в определенном смысле слова является вот этот вот самый греческий театр, в котором и социальность, и художественность соединены в одно, потому что там это некая есть идея такого идеального тотального театра, но не тотального в смысле, что есть какой-то один человек, который всем рассказывает как надо, а когда собираются люди, вместе что-то понимают. Поэтому социальность, я понимаю, в том смысле, что мы прорабатываем с помощью искусства какие-то компетенции. Искусство может воспитывать, например, вкус. И, например, там живопись, музыка воспитывает вкус. Но искусство может прорабатывать, например, компетенцию взаимодействия с другим. И умение узнавать в другом самого себя – это одно из важнейших человеческих качеств. И для меня театр – это и есть вот то место, где мы это свойство человеческое развиваем в себе. Морис Викторович, я не устаю все-таки какие-то отсылки делать к 20 веку, когда социальный театр в нашей стране понимался как некой воспитательный. Еще раз вспоминаю это слово «функция», мне так кажется. Да, но мы вспоминаем Брянцева, основателя нашего юношества, театра для юношества. «Приводим беспризорников в театр и показываем им, что такое хорошо, что такое плохо, что такое прекрасно, и так они меняются». Да, но надо понимать, что Брянцев был гением в своей системе, в своей ситуации. Потому что, конечно, в ситуации, когда тотальный ужас, голод, разруха, война, есть дети без родителей, без хлеба, без всего, и их сажают в автобусы, привозят и показывают абсолютную какую-то гениальную красоту, там, чудо-юдор и макит. Да, и для них возникает прививка красоты, что жизнь – это не только ужас и смерть, жизнь – это и что-то еще. Это важнейший опыт. У человека должен быть опыт красоты. Сейчас, когда визуальные красоты море... Ну, конечно, наоборот, своим спектаклем показываете, что есть другая жизнь, и она не так... Может быть, не так однозначно, не так предсказуемо. Но самое главное, что все-таки Брянцев еще и участник вот этой вот абсолютно вертикальной структуры, где есть, там, не знаю, партия, которая знает, как надо, и народ, который должен, как бы, потребить ее идеологию. Сейчас мы находимся в ситуации, когда, ну, человек должен научиться сам, вот в этом море информации, сам понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, если я вот не сильно упрощаю, то есть получается, что это у вас прививка толерантности нам? Ну, для начала это прививка толерантности самому себе, потому что я тоже продукт вполне советского... Вы себя преодолевали, когда эти... Так я продолжаю себя преодолевать, потому что ведь вы все время ссылаетесь на режиссера и на театр, и поэтому время от времени желание это поманипулировать, оно просыпается, и все время хочется показать пальцем и сказать, вот надо так, а не вот так. И тем более у меня, как у режиссера, для этого множество возможностей, потому что я вроде как что-то транслирую, и когда вы первый вопрос задали, спросив, что я хочу сказать, все время очень хочется что-то начать, ну, как бы встать на кафедру, за кафедру на трибуны начать что-то говорить поэтому работа чеховская по выдавливанию по капли из себя раба это не только выдавливание из себя скажем так вот этого об прислуживательской какой-то вот этой вот жилки но и выдавливание из себя человека который вы влезает на броневик и говорит другим что надо делать спасибо вам большое я напомню что сегодня гостем программы районы квартала был борис павлович режиссер постановщик спектакля большого драматического театра язык птиц борис дмитрий спасибо большое телезрителям напомню номер телефона нашей редакции 644 0 6 11 звоните нам оставляйте отзывы и предлагайте темы для будущих программ до свидания и всего доброго спасибо до свидания